Вышли из одного рабства, надо было продолжить им понятный порядок жизни. И поэтому всех построили по росту и задали направление. Теперь, в пустыне рождается новое поколение, поколение свободных людей. Молодое поколение, которое не стояло у горы Синай. Это люди, которые рабство никогда не видели и не испытывали. Они родились в пустыне, они ощущают себя абсолютно свободными людьми. Они смотрят немножко на конфликт отца и дети, судя по всему. Потому что эти продолжают свое рабское насаждать там что-то. А молодое поколение, естественно, их мягко посылает. А может быть и не мягко, не знаю. Факт состоит в том, что они пришли к Моше и сказали, ну-ка давай к нам воду. И тут выясняется, что из-за того, что сменилось поколение, меняется управление, божественное управление миром. То есть, Творец говорит, все, вот с ними нельзя из-под палки. Они не поймут. С ними нужно только по-хорошему, только убеждение. Потому что они свободные люди по сравнению с предыдущим поколением. Тут есть некая тонкость. Тонкость состоит в том, что если раньше были явные чудеса, там море раскрылось и так далее, да, то сегодня наоборот. Никаких чудес. Нам, по крайней мере, так кажется, да, на самом деле сплошные чудеса. Но у нас ощущение, что никаких явных чудес не происходит. И величие Творца раскрывается именно в том, что Он управляет этим миром и ведет нас куда надо без чудес. Почему? Почему не нужно чудес? Потому что чудо – это некое божественное вмешательство сверху, да, вот та самая палка, да, так сказать. Это нарушение нашей воли, в первую очередь, и природы, и нашей воли, да. То есть, речь идет о том, что сейчас мы берем на себя ответственность, да. Чудес нет, есть некие законы природы. И мы в этих рамках берем на себя сами менять мир, да. Мы не ждем, что Творец его изменит свыше, вопреки, может быть, нашей воле даже, да. А наоборот. То есть, постепенно нам передается управление миром. Значит, ответ такой здесь, ответ такой, что они еще не вошли в землю. И именно поэтому пока и не вошли, потому что еще не взяли ответственность. То есть, они, это промежуточное поколение, это поколение пустыни, да. Это не поколение, которое родилось в Эрисусрае. Они еще не вошли. Они только находятся на пороге этого входа. Когда, собственно, это происходит? Они же 40 лет были в пустыне, да. 40 лет уже отыграли. Мирья умерла буквально уже перед входом в землю, да. То есть, с ними уже выросло новое поколение, да. Понимаете? То есть, получается, что как бы оно промежуточное. Оно с одной стороны уже свободное. Что значит свободное? Свободное от ограничений Египта, да. То есть, они не признают каких-то, не признают каких-то ограничений, да. А с другой стороны, хорошо, свобода-то, это же только предусловие, правильно? Окей, нужно выйти из Египта, чтобы получить Тору, да. Ну, дальше-то нужно реализовывать, что зачем эта свобода, да. Что с ней делать с этой свободой? Понимаете? То есть, это же следующий этап. Первый этап – это освободиться. Вот это старшее поколение, оно не в состоянии освободиться. Они вроде как вышли из Египта, они вроде как формально свободные. А ментально они продолжают быть рабами. Окей, новое поколение уже не так. Оно уже в состоянии освободиться. Оно в состоянии же выйти, вопреки воспитанию этих своих родителей, вопреки этому, они уже в состоянии, так сказать, быть более свободными людьми. Но как они воспринимают свободу? Они воспринимают свободу как отсутствие ограничений. Если мы, допустим, посмотрим на вот эти вот срезы нашей израильской действительности, да. Вначале это чистый голод, когда мы ждем, когда дадут, может, не дадут. Лучше помалкивать. Потом появляется вот этот наглый Сабра, который, значит, мне, я ничего не хочу, мне все обязаны. Третьим этапом появляется ответственность, когда я сам строю эту страну. Совершенно верно. Если я сделаю, то и будет у меня. Это третий этап. Совершенно верно. Совершенно верно. Сейчас говоришь о вот таком мунистичном состоянии. Вот эти дети бывших, значит, всех этих становителей государства, которые, значит, получили все вот эти вот принцы всевозможные, да. Вот это поколение промежуточное. Да, да, да. Окей. Хорошо. Пойдем немножко дальше. Значит, и что получается? Значит, это вот разница, да. То есть, мы действительно видим, что две, два разных поколений, два разных, две разные заповеди. В одном случае бить по скале, а в другой говорить со скалы. Да. Теперь, что произошло от того, что он ударил? Ну, хорошо, ударил. Ну и что? Значит, во-первых, ему творец говорит, извини, это новое поколение. Ты не в состоянии быть их лидером. Ты был прекрасным лидером предыдущего поколения. Ты очень хорошо соответствовал этой роли. Но сейчас ты в качестве лидера не годишься. И поэтому ты их ввести в землю не можешь. Моше может умолять сколько угодно, но он ему объясняет, ты не можешь. Если ты их введешь в землю, то ты их введешь рабами, так сказать. Ты такими методами будешь это делать, что ты нарушишь, как бы, да, так сказать, идея-то не в этом. Идея в том, чтобы они взяли на себя вот ту самоответственность, да. Значит, а кто может взять эту ответственность? Вот Яшуа, он был учеником, да, то есть он ниже рангом. Он, так сказать, не ощущает, что он с высоты своего полета, он вот Тору вам дает сверху, да, нет. Да, при том, что Моше был самым скромным, да, из людей. Он один из них. Ну, он один из них, да. Понимаете? То есть Рафшерки говорит интересную вещь. Он говорит, что в этой ситуации то, что сказано, что Моше самый скромный из людей, это в минус и не в плюс. Потому что они пришли нагло, в наглую. А он из-за своей скромности был не в состоянии совладать с этой наглостью. Понимаете? И поэтому он, так сказать, разозлился и ударил. Да, что вообще он их назвал учителями, да, сказал, вы учителя, дескать, нашлись, дескать, тут учителя, кто будет учить меня, как это самое, да, и ударил. Понимаете? Значит, получается, что, что, собственно, в чем немшаль, да, в чем аллегория понятна. А что за этим стоит? Значит, вода – это всегда Тора, да, это некое учение. Значит, когда люди жаждут воды, значит, у них есть какой-то вакуум, какая-то потребность в раскрытии чего-то, да. И они приходят, они ищут духовных учителей, духовных наставников, то, что называется, да. И вот приходят в претензии в какой-то даже, значит, к Моше первый раз эти выходцы из Египта. Да, и он дает им Тору, эту воду добывает для них, и дает ее из-под палки. То есть, точно так же, как Всевышний навесил гору над ними, то же самое делает Моше по приказу Свыше. Да, то есть, это, как бы, способ дарования учения, да. Сказать, вот вы привыкли, что вам все дают по команде, вам фараон давал, теперь вам дают правильные принципы. Но все равно из-под палки. Окей? А второй раз приходит новое поколение, тоже за Торой. Почему? Потому что кончилась вода. Мирья умерла, и вода кончилась. Что это значит? Это значит, что голутная Тора перестала устраивать, перестала утолять жажду. Это ровно наша ситуация. Мы ощущаем, что Тора, которая была раньше, она голутная. Она больше нам не подходит. Мы ищем чего-то другого. Если раньше писали о том, как накладывают фелин, и как там бык, который бодается, и что с ним делать, тогда сегодня нужно очень постараться, чтобы это преподать интересно, чтобы у людей горели глаза, и они были готовы это слушать. Люди ждут чего-то совсем другого. Люди ждут каких-то вопросов, как построить справедливое общество, как экономику построить, философскую какую-то. То есть люди ищут глубины какой-то. Люди не ищут тонкостей соблюдения ритуалов. Понимаете, ритуалы больше никого не интересуют. Они все уже в прошлом. Понимаете, они уже никого абсолютно... Вот как завязывается цит, никого не интересует сегодня. Абсолютно. Спросите молодежь. Как его стирать, да. Значит, то есть Тора, галутная Тора, она перестала утолять жажду. Значит, вот они приходят к Муше и говорят, что тебе есть нам сказать, грубо говоря, да, что вот нас перестало устраивать то, что до сих пор людей питало. А что он им дает? Он им дает ту же самую Тору, которая уже была, потому что он тем же способом ее добывает. Ведь это поколение, которое приходит, оно не стояло у горы Синай. Поэтому им нужна Тора. И поэтому они ее пьют. Сказано, что община стала пить, да, поскольку он ударил по скале и пошла вода. А пошла вода. Пошла вода. Пошла вода. Впрочем, все пиши не так. Несмотря на то, что он был неправедным путем. Да, но получается, что эта Тора, предыдущая, старая, та же, та же, или, скажем, добытая старым путем. Может быть, не та же, действительно. Народу он Тору дал, но ваше он наказал. Это разные аспекты действия. Не только, не только, вот то, что я пытаюсь сказать, что дело не только в этом. Дело в том, что он не додал. То есть он из-за того, что он дал эту Тору не тем путем, который... Понимаете? Они, может быть, пили эту воду, но это не значит, что они утолили свою жажду этой водой. А? Это же не написано, что они едой были недовольны, не запили. А что вода была невкусной? Это мы сейчас все как построили. Нет, как Всевышний подсказал. Да? Я вам сказал, что он неправильно добывал. Всевышний не впустил Моше в землю из-за этого. Это написано. Моше, окей. Беседа. Но то, что Всевышний дал народу не ту Тору... Не тем вкусом. Нет, ну, значит, это, наверное, я неправильно сказал. Не ту, наверное, неверно, но, скажем так... Вы поймите, смотрите. Послушайте. Послушайте. Не-не-не, послушайте. Значит, есть... Не все написано, да? Есть вещи, которые в устной Торе говорятся. Значит, устная Тора, например, говорит... Нет, мне, как я скажу, это очень актуально. Ну, естественно, ради чего. Матан Тора, значит, на горе Синай, да? Известно, это мудрецы говорят, что Творец-то дал, но мы-то не взяли. То есть, мы взяли не все. Мы взяли на Синае Тору, то, что называется Торатапрат. Тору индивидуума. Но мы не взяли Торатаклаль, коллективную Тору, да? Ее мы не смогли взять. Откуда мы это знаем? Есть намек очень простой. Скрижали-то сломались? То есть, мы не удержали, да? Если бы не было греха Золотого Цельца, да? То скрижали бы не сломались. То есть, мы бы приняли то, что нам давали. Творец скрижали дал, а мы-то их не получили, да? Хорошо, Мушейх разбил, и Творец его за это хвалит, да? Но вы понимаете, что почему разбил? Потому что был грех. Потому что упали с уровня. Мы лежали, загнул тон по скале в швахту. Горяченько, потому что. Грузинка. Грянки взбивали. Величие Муша в том, что он взял уже не просто и бросил. Он их поднял и бросил. Он взял грех за разбитие скрижали на себя. Что скрижали получает не народ, который не достоин, потому что я их разбил. И берет всю ответственность на себя за себя. Поэтому Всевышний вахвалит. Что он подставил себя за них. Очень красиво. То есть, к чему я это говорю? Я говорю к тому, что даже какие-то вещи, которые не написаны прямым текстом, да? Мудрецы раскрывают и объясняют, что да, матан дура, а почему он называется матан, а не кабала? Дарование Торы, а не принятие. Потому что принятие-то было неполным. Невозможно это назвать принятием Торы. Понимаете? То есть, творец-то дает, но мы-то не всегда берем. Значит, здесь то же самое. Смотрите, я просто пытаюсь прочитать этот Зоор. Я понимаю, что ты говоришь, но обратите внимание. Что говорит Зоор? Зоор говорит, что этот змей кусает дважды, и основанию для этого толкования служит стих, ударил по скале дважды. Спрашивается, какая связь? Какая связь? Голос. Значит, связь очень простая, на самом деле. Значит, у Моисея есть посох, который превращается в змея и обратно. Да? То есть, если этим посохом неправильно воспользоваться, если им ударить дважды, то это превращается в два укуса змея. Понимаете? О чем там речь-то? Что это за посох такой хитрый? Сказать, если ты его используешь правильно, то на него можно опереться. А если неправильно, то он наоборот превращается в змея, который может тебя укусить. Правильно он вылечивает. Когда поднял посох, он уже змею привлечивает. У тебя было эпидемия. А, да? Змея он вылечивает. Да. Кстати говоря, по этой Международной Медицинской Ассоциации змеи – это символ жизни. Это история взяли. Да. Хорошо. Не поэтому уроков с этого, который поедает свой хор. А, это другое. Но это тоже лучше. В любом случае, понимаете, да, о чем речь? Что Моше что-то сделал неправильно, да? И в результате это привело к этим укусам. Окей? Теперь, что за укусы? Что за укусы? Перед приходом Машеха два укуса змея. Сначала идет кровь, а потом вода. Ну, война. Это роды. Не, роды. Естественно, роды. Это понятно. Я пытаюсь... Это при родах сначала вода, потом... Вот, совершенно верно. При родах наоборот. Да. То есть тут, как бы, аллегория некая. Смотрите, значит, насколько я это понимаю, да, я не читал об этом, но, мне кажется, довольно такой простой, очевидной вещью. Значит, кровь – это катастрофа. То есть, первый укус, первый удар привел к катастрофе. А второй укус – это война Гога и Магога, об Аллах и Налитова. И тогда выйдет вода. Так вода, и потом... Да, да. Это не отчего лиха, а тебя развернула вода. Почему? Я объясню. Значит, есть вещи, которые при родах отходят, да? Послушайте, послушайте. Значит, есть вещи, которые при родах отходят, то есть, которые не являются самими родами. Рождается ни кровь, ни вода. Рождается что-то совсем другое. И здесь не сказано, что рождается. Можно сказать, действительно, я думал тоже об этом, что это вода, которая потом бьется, это и есть Тора. То есть, вот эта самая Тора из Сиона, да? Я тоже так думал. Но есть и другой вариант. Есть и другой вариант. Значит, другой вариант, что это что-то отходит. Так же, как кровь явилась как бы побочным эффектом катастрофы, да? То есть, основным эффектом явилось создание государства Израиля, я имею в виду. Что родилось в результате катастрофы, родилось государство Израиля. Но попутно, так сказать, то, что, к чему это привело? К тому, что шла кровь. Окей? Теперь, есть еще второй укус, в результате которого происходят роды, но попутно выходит вода. Теперь, как я это вижу, да? Это как бы сейчас моя трактовка. Что вода, это же символ хэсена, милости. Да? Вот если мы берем политическую раскладку, да? То у нас зеркальная картинка, да? Что левые, это хэсед, в частности, к врагам, да? То есть, неограниченное добро. Они не в состоянии ограничивать свое добро. Либералы, так сказать, да? Либерализм без границ. И поэтому идет этот мультикультурализм, который приводит к тому, что там мусульмане в Европе начинают творить черти что, и так далее, да? Это вот эта сторона хэседа безграничного. А есть другая сторона, да, ограничения, да? Так вот, что значит выходит вода? Если я правильно понимаю, может быть, я ошибаюсь. Но если я правильно понимаю, в тот момент, когда мы провозглашаем здесь, ну, вот только что был этот национальный закон, приняли, да? И тут же стали появляться в печати всякие высказывания каких-то левых, которые заявили, что мы уедем из Израиля. Да, что вот если победит Натаньян, мы уедем. Да, вот если не победит Лапид, вот только что там какая-то баба написала себе. Уже список, да, который выезжает. То есть, иными словами... Из-за этого стоит голос Войзин. Иными словами, вот этот либерализм слэш космополитизм, да? То есть, безграничное вот это вот хэсед, вот это, да? Это выйдет отсюда. Да, они уедут. Они таки уедут. Понимаете? И это некоторая, если угодно, клепа или что-то, что при родах отходит, что не нужно здесь. Да? И оно выходит в результате каких-то событий. А пьют почему полевые звери? Потому что эти люди приезжают в другие страны. Что? Это значит, дают? И это влияние, понимаешь? Это влияние на весь мир, на самом деле. Это люди, при всем, при том, что мы к ним относимся очень жестко, так сказать, это евреи, тем не менее, да? И тем не менее положительное. Да, то есть, у них есть свое положительное влияние, да? То есть, им есть что сказать. Или в романской школе потом. Да, совершенно верно. Они там влияют, как или иначе, да. Они так влияют. То есть, как бы, роды, это галу, что они порождают? Есть то, что называется отходы. Есть то, что называется отходы, которые обязательно при любом позитивном процессе возникают. Никуда не деться. Теперь. Воду считаешь, я тебе... Да. А тут они не нравятся им? Народы мира, пусть лучше от хорошего. Значит, про народов мира есть такая тема, не моя. Это говорит, по-моему, Раби Нахман. Да, по-моему, Раби Нахман, и Раби Цадок это повторяет. Значит, что народы мира получают влияние Израиля через злодеев Израиля. Злодеи Израиля ассимилируются, скажем так, да, и изнутри народов мира передают идеи, которые они от нас воспринимать не могут. Окей? Это то, что говорит Раби Нахман. Вот такая вот штука. То есть, как бы, у злодеев есть своя позитивная роль. Ну, опять-таки, от тех, кто ассимилировался, а как еще они могли получить? Конечно. Ну, как нет? А евреи уже инкапсулировались, евреи не хотели передавать никаких идей своих. Почему все начинают Христа, заканчивают Евреи, да? Конечно. Конечно. От евреев получают влияние. Ну, что у евреев, которые не хотят быть евреями, они евреи дают не научительные. Нет, нет. Это еврейские идеи, просто они искаженные. Ну, так что хорошие. Хорошо, значит, постепенно, вначале передается там. Нет, ну, мы уже, вот уже, как бы, это там прошли, мне кажется, нет? Нет, нет. Еще, 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 еще нет. Еще не все. Еще не все. Еще не все. То есть, речь идет о том, что народы мира должны получить некоторую подготовку, некоторых идей, да, через этих злодеев. Мы ему же две тысячи лет уже рассказываем, сколько надо. Подождите, значит... Мы же в Голубь специально ушли и ему рассказали. Смотрите, значит, тут ответ очень простой. Значит, у Якова есть три имена. Да, Яков, Исраиль и Ешурун. Значит, Яков – это частное его имя, личное, да? Исраиль – это его название как народа, да, национально. А Ешурун – это универсальное, так сказать, влияние на всех. То есть, это уже то, что называется Орли Гоим, да. Так вот, мы еще пока не там. Мы еще не пришли к третьему имени. Мы пока что на стадии Израиля, на национальной стадии, да. То есть, на самом деле, влияние евреев на народы мира еще не вышло на, как сказать, на финишную прямую. То есть, оно есть, конечно, пожалуйста, стартапы продаются там и так далее. Есть, конечно, есть. Но это еще не тот уровень, который будет в дальнейшем. То есть, когда Израиль действительно станет еврейским, да, не таким, как сейчас, а еврейским в полном смысле слова, да, то тогда влияние на народы мира будет совершенно другого порядка, чем сейчас. Сейчас мы влияем в основном материально, да, так сказать, там, опять-таки, те же хай-тек, там, какие-то лекарства, такие-всякие. Духовного влияния фактически нет на сегодня. Оно будет. Оно будет. Ну, не знаю, ведь много же живет тогда. Нет, я же никак эту идею, что… А если оно может быть без храма? Кто вот эти храма? А? А если оно может быть без храма? Нет, не может. Не, ну, оно постепенно есть и сегодня. Не, ну, конечно, построим храмы, будет влияние, конечно. Конечно, они будут приходить сюда и так далее, там. Это же написано у Ишариев, что они придут все. Да, конечно, в этом будет состояние. Вот. То есть, я к тому говорю, что получается, что вот эти две… Спасибо. Как бы две вот эти, как сказать, отходы вот эти, да, они связаны с тем, что то поколение, которое должно было войти в землю, не получило какую-то часть Торы, а именно не получило две части, да. Первая, как я понимаю, да, первая часть – это было учение о Машехе бен Йосефе. И поэтому, когда возникло государство Израиль через, там, Герцли и так далее, это вызвало жесткое отторжение у ортодоксального еврейства, да. То есть, и до сих пор, собственно, продолжается, да. Ну, сейчас в меньшей степени постепенно это все сглаживается, да. Но изначально было очень жесткое антисионистское настроение, да. То есть, вот этой Торы, она была на самом деле, но она была известна считанным людям, да. Это была тайная Тора, которую учили, там, как кабалу передавали, там, что-то. Это не было массовым учением, да. Рав Кук писал об этом и так далее потом, да. А его еще не принимали, говорили, что он неправ, там, и так далее. То есть, иными словами, вот эта часть Торы, она оказалась потерянной в каком-то смысле, да. Значит, это одно. А второе, это нам сложнее сегодня сказать, потому что это еще не произошло. Так как я это вижу сегодня, да, это вопрос о разнице между космополитизмом и универсализмом, да. То есть, космополитизм как отказ от самоидентификации своей и попытка стать гражданином мира с помощью отказа от своего я, как бы, да. А национализм или, там, универсализм истинный, да, это наоборот, это универсализм через проявление собственного я, да. Ну, про это Коскер там говорил, да, известное там. Если я, это я, ты, это ты, там, и так далее, да, это известно. То есть, как бы, вот эта точка, она до сих пор не воспринята сегодня многими, и поэтому у нас треть, наверное, общества, оно, так сказать, выступает за космополитизм, то есть, за отказ от всего еврейского, за, там, ведение переговоров, там, и так далее, да, как некая попытка прийти к миру с помощью отказа от самого себя, да. Ну, что вера, нет, в любом случае, это, опять, богоон, точно совершенно, по видности богоон, да, у него совершенно шикарную акцину в цельном камне, да, это абсолютно великолепное, идет объяснение, я вот, однословно, если это не вспомню сейчас, четыре уровня аэроправта. Вот он описывает конкретно то, что происходит сегодня, ну, сегодня, вчера, там, последние сады, церкви, наши социальные, абсолютно, ну, в годы он, кратко, обмятно, не вспомнился. Окей, значит, в любом случае, это как бы мысли вслух, да, так сказать, я не знаю, что там будет, и как это все произойдет, но вот у меня такое ощущение, что вот это вот противостояние с левыми сегодня, правых и левых, так сказать, которое постепенно сходит на нет, да, но благодаря тому, что национальная, как бы, позиция, она побеждает постепенно, да, и это вынуждает людей уезжать отсюда, да, у меня есть знакомые конкретно, которые уехали в Германию, скажем, да, в Германию, да, и не одни они такие, есть такие, мне их понять тяжело, но, как бы, я понимаю, что им здесь становится невыносимо, иначе бы они не уезжали, потому что вторая алия, как бы, грубо говоря, да, вторая эмиграция, точнее, это тяжело, это никто не делает, скажем, просто так, да, это делают, когда ты вынужден, когда тебе становится здесь не в моготу, вот, у меня вот ощущение, что это как-то... Тяжело понять, почему уехали, тяжело понять, почему так стало. Ну, естественно, да, да. Вот, так. То есть, что им мешает национализм вместо... Да, да, вот сейчас приняли этот закон о национальном характере государства, это очень многих людей вызвало просто категорическое неприятие, категорическое. То есть, они хотят перед людьми мира. Да, да, не готово. У меня оказалось, это просто какой-то найденный тирус, потому что... Нет, ты знаешь, очень много людей, потому что им стыдно, что мы как какие-то там убогие местечковые пытаемся доказать, чтобы евреи... Они уже актуальны для себя так, и им эта трактовка не нравится. И им не нравится, что это образ голубя мира. Тебе принимал образ? Нет, нет, право. Образ что? Голубя мира. Ну, да, 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 да. Так, пошли дальше, она уже поздно, уже 10, наше время уже заканчивается. Так, значит, мы видим такую последовательность. Мы видим, это мы уже обсудили на самом деле, да, что выход из рабства сначала происходит, как некое предусловие, то есть как бы свобода... Есть два типа свободы, да. Есть свобода от и свобода ради. В ибрите это называется хофиш и херут. Да, соответственно, в английском есть freedom и liberty, да. А в русском когда-то была свобода и воля, да, воля. Выйти на волю, да. Сегодня, как бы в современном языке, как бы все это смешалось и у нас вроде как одно... Это вроде как означает и то, и другое одним словом, да, свобода. А на самом деле это разные понятия. Противоположные в каком-то смысле, да. То есть хофиш — это свобода от каких-то ограничений, а херут — это принятие на себя каких-то ограничений во имя какой-то цели. Это абсолютно разные вещи, да. Да, и когда мы выходим из Египта, то мудрецы, конечно, говорят про свободу ради. Да, говорится там альтикра, ватикра, харут эла херут, да. Читая, что не высечено на скрижалях, а читая, свобода. Так херут — это именно свобода ради чего-то, да. Значит, понятно, что когда мы говорим о том, что давайте мы сейчас все, так сказать, отменим статьи такие-сякие, да, то это свобода от ограничений, да, что мы, вот я хочу, что хочу, то и буду делать, да. Это первый этап. Это необходимый этап, но он не окончательный. Это только начало, это только предусловие некоторое. Это предоставление свободы выбора, чтобы потом этот выбор все-таки сделать, да. Вот, так это то, что мы видим здесь, что сначала вышли из Египта, то есть сначала сняли ограничения рабства, так сказать, фараона, да, убрали. Дальше было насаждение новых правил, потому что по-другому не могли еще. Дальше было принятие Торы по желанию, и это тема Пурима, да, когда приняли Тору по собственному желанию. И последнее — это вход в землю, да, то есть когда уже есть взятие на себя ответственности, тогда возможен вход в землю. Вот это последовательность. Теперь, значит, рабов мы видели, да, что они там в пустыне говорили, что мы помним рыбу, которую мы ели в Египте, бесплатно, да. То есть это такой совок, классический совок. Все бесплатно, здравоохранение бесплатно, квартира стоит копейки, там, за школу ничего не платишь, и все рабы, да. То есть получается, что, как бы, уверенность в завтрашнем дне, она является платой за свободу, да. Ну, это как бы банально, как бы. У меня даже не будут заостряться, потому что это понятная совершенно вещь. То есть, как бы, если, скажем так, если мы сравним Песох и Пурим, да, то Песох – это исход из Советского Союза, да. Ну, как-то я это, по-моему, рассказывал, что в Союзе был такой Сидур, Шамрей Муна он назывался, там была молитва за благо государства, и, соответственно, Советский Союз там назывался «Самых-самых-самых рейш» СССР. Вот. Я помню, что я со своим, значит, начальным ивритом читал-то и никак не мог понять, но даже я знаю, как на иврите будет Советский Союз, а состоители Сидура не знали, как бы, что же за глупость. Да, и потом, когда я уже поехал в Израиль, мне сказали, что гематрия самых-самых рейш равна Мицраям. Да, то есть они, так сказать, мудрые были люди, и, так сказать, этот намек они туда внесли, не подпадая под цензуру и подозрения. Вот. Значит, если мы вспомним, как народ уезжал из Советского Союза, распавшегося, то понятно, что никакой там свободы ради в этом не было. Абсолютно, да. Ехали, больше сейчас людей хотели в Америку вообще, и пока была возможность, так и ехали. Потом перекрыли, значит, вынужденно, значит, вынужденно поехали в Израиль. То есть, мимо с вами, это не то, что все там были такими ярыми сионистами, которые, значит, идеологически там... Нет, хотели кушать, да, все. То есть, был страх неизвестности там, как бы непонятно было, что произойдет. Советский Союз распался, так сказать, были голодные годы, и было неясно вообще, что будет дальше. И, значит, была возможность как-то... Вот, как бы, это некий такой исход из Египта, если угодно, да. То есть, не сознательный исход. Исход такой, сказать, вынужденный, да. На побег из Шуршина. Ну, типа того, что-то, да. Теперь, Пурим — это совершенно другая история, да. Там, те, кто пережили катастрофу, они очень хорошо знали, зачем государство Израиль существует, да. Когда оно возникло в 48-м. Там не было никаких вопросов, зачем оно нужно, ну, и они ехали совершенно четко и понятно, да. То есть, Пурим, как бы, это некое ощущение пережитой катастрофы, которая не состоялась, да. И принятие на себя каких-то обязательств по совершенно понятному... Ну, не хорошо. Непонятно. Потому что идея государственного убежища от пробующей катастрофы, оно, в принципе, не отличается от того же самого из-под палки, понимаешь? Отличается. Моя мама говорит, погибнут со всеми вместе и с оружием в руках. Они в гетове. Но не для выполнения миссии. Хорошо. Хорошо. Согласен. Это убежище. То есть, это... Значит, опять-таки... Они спасались от голода, они спасались от убежище. Убийство. Послушайте. Значит, послушайте, Миша. Значит, мы снова говорим о промежуточном состоянии. Почему? Потому что... Что произошло в результате Порима? Кто-то поехал в Израиль? Нет. В основном, нет. Нет. То есть, вот это состояние, когда вроде как приедали по желанию, оно не привело в результате к тому, что появилась ясная цель и поехали, да? Нет. То есть, они остались там. Теперь, мудрецы нам пишут, намеки дают, да, в Гемаре. Пишут, почему не читают Аллиль в Порим? Как были рабами? Да, потому что остались рабами Ахашвироша. Это то, что они пишут. То есть, намек очень простой. Ребята, если бы мы встали и поехали, то мы бы сегодня читали Аллиль. Мы не могли поехать, но, дорогой мой, был Ахашвироша власть. Это потом только Дарьяву второй дал разрешение и все равно не поехали. 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 Да нет, ну, сколько там поехал? Поехали, поехали в 42 тысячи. Эзрос призывал, он собирал все, всех колен, он едет по всем. Это было через 17 лет. Ну, не важно, но не поехали. Не поехали. Но он приехал, я там с темы. Придумал. Я видел, что это было некое промежуточное состояние. Окей? Значит, действительно, есть разница между тем, чтобы оставаться там в Совке и уехать оттуда. Даже в Америку, уже есть разница. Уже есть разница. Но это еще не кончено. Это понятно совершенно. Даже, как сказали, даже в Америке. Не, 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 у нас учили, у меня мама установила, есть короткое слово надо. Что значит ты не хочешь? Надо. Сейчас я уже такое детям не могу сказать. Конечно. Мамаша, отойди в сторону с твоим надо. И это правильно, что мы не можем уже больше их держать. И не нужно, зачем? Но можем только методы на другие. заинтересоваться, показывать привлекательность. Да, вы не понимаете вопроса, зачем нам вообще дети? Давайте пить детей, будет ли плохо. Это Амстердам. Это Амстердам. Поедем в Австрию, покатаемся на лыжах. Так понимаешь, это поздно, когда дети могут подбавить. Ты поздно слишком понимаешь. А это уже вопрос это сутки. Мы это не сможем объяснить. Они это поймут в 40, когда их детям будет нравиться, что дети не нужны. А детей не нужны. У них будет собака, а не ребенок. А что это здесь как хочет? А что надо жить? Нет, ребята, я поставлю очень простой вопрос. Если у нас есть в жизни какое-то надо, для чего-то, что-то, то тогда, значит, или этого нету, или мы живем на спорте, хотим. Курим травку, катаемся на лыжах и скрытим по жизни. Шифры. Значит, еще раз, мы видим в Торе, мы видим в Торе, на примере этих поколений, двух поколений, мы видим, что меняется отношение Творца к тому, что происходит здесь, и меняется управление миром. Если вначале оно более жесткое, вначале надо и все, да, и из-под палки, и бить по скале, и так далее, то потом он говорит, это новое поколение, с ним надо по-другому, оно не воспримет. Можно кричать, надо сколько угодно, не поможет. Они скажут, тебе надо, ты и делай, и все, и пошлю. Понимаете? Новое поколение не воспринимает эти методы, ну, просто не воспринимает. Мы можем пытаться убеждать их, что вот есть высшие ценности, и это правильно, и так далее. Они скажут, мама, прекрасно, у тебя высшие ценности, но я, ваше, я хочу поехать на полгода в Индию, там, немножко там отдохнуть, покурить, там, то есть, ребят, вы какой-то детский сад разводите. Это не детский сад, это реальность. Это нереальность, это нереальность. Ну, я так вижу, я вижу, что здесь так, все равно. На детском празднике в школе детей пытались построить, ну, хор, чтобы они спели тщательно песни, их пытались построить в линейках. Было так приятно смотреть, их невозможно было построить. Они так вот, здесь один, здесь другой, здесь другой, здесь другой. Я думаю, какое счастье, что мои дети не стоят в эту линейку, вот так вот, и не поют эту песню. Счастье, что дети родились в Израиле, а не в Японии. Товарищ рассказывал, они в гостинице, он говорит, стою в гостинице возле входа Кулю, вдруг подъезжает автобус с японцами. За секунду выскочило 50 японцев, встали вокруг фонтана, выбежал один, их сфотографировал, и за секунду встали в автобус и уехали. Он говорит, я подумал, что было бы, если бы это был автобус в рейтинге. И мы собирали в двух этапах полдня. Это же замечательно. 15 секунд. Они выскочили, встали с трофилем, они сели и уехали. Мы так рады. Есть нас не так. Так, вы хотите, хотите еще, или вы уже устали? Нет, Давайте, давайте напряжемся, я понимаю, все уже устали, и время позднее. Значит, смотрите, есть такая интересная сухня, Бен Ишхай, есть такой мудрец был. Величайший мудрец. Да. И он, значит, задал очень интересный вопрос. Значит, если мы посмотрим, когда происходит событие Пурима, когда Аман бросал жеребий, знаете? Пицер. 13-го Несаана. 13-го поздно. Совершенно верно. То есть, получается, что все события, вот эти драматические, произошли за три дня, собственно, во время Песаха. Да? Начиная с 13-го и по 16-го. Да? То есть, 16-го уже повесили Амана. 15-го это, собственно, Песах. Да? То есть, 13-го он бросал жеребий, потом он пошел к Ахашвирошу, значит, получил добро, потом Эстер, значит, пошла поститься, пригласил их на пир, два дня был пир, да, и в конце второго дня Амана уже повесили. Все. Да? То есть, вот этот вот переворот произошел очень быстро, за три дня. Значит, почему он произошел? Ну, это как бы длинная телега, но я как-то рассказывал в прошлый раз, да, что есть вот этот распил, да, когда, так сказать, поворачиваются сначала спина к спине, так сказать, муж и жена, или, соответственно, творец его народ, и для того, чтобы их развернуть лицом к лицу, нужно сначала распилить, да, и вот этот распил, это, собственно, и есть пурю, да, значит, распил, сначала там на Адама накладывается сон, да, потом от него отпиливают хаву, там, и так далее, да, наверное, помните это все. Теперь, когда Адам спит, а по аналогии с пуримом Всевышний спит, да, то есть, что там сказано, пришел тот самый Аман и сказал, ешно ам и хад, этому самому Хашвирошу, да, он сказал, как мудрецы трактуют это, говорят, ешно, от слова Яшен, Ву Яшен, да, он спит, то есть, их Всевышний спит, и поэтому сейчас это время для Кзыры, правильное время, потому что потом он проснется, и потом мы уже ничего не сделаем, поэтому надо сейчас бить, и это то, что убедило Ахашвироша все это сделать, Ахашвирош боялся, он не хотел сам, его убедил Аман, да, так вот то, что спасло ситуацию, спасло ситуацию то, что, несмотря на то, что Всевышний спит, выражается это в том, что действуют силы зла в этот момент в мире, да, то есть, нету явного проявления Творца в этот момент, да, тьма наступает, в этот момент есть некое очень высокого уровня проявления Творца, да, которое, тем не менее, сохраняет связь со временем, да, и которое переворачивает всю эту ситуацию в результате, так вот этот свет пришел как раз вот в эти дни, то есть, фактически 16-го Ниссана он пришел, когда повесили Амана, и Бен-Ишхай задает вопрос, если так, то Пурим надо было праздновать в Ниссане, почему же мы его празднуем в Адаре, и отвечает он так, он говорит, что есть правило, что нельзя смешивать, ломарбием симха басимха, да, они две разные радости не смешивают вместе, нельзя два разных праздника, так сказать, праздновать одновременно, и поэтому перенесли Пурим на Адар. Теперь, откуда мы знаем, что можно переносить праздники, значит, он привозит пример Суккота, да, почему мы празднуем Суккот? Какова причина празднования праздника Суккот? Праздник урожая. Праздник урожая. Тоже правда. Нет, но есть несколько праздников. Выход из Египта, остановились в Суккот, и Яков ходил в Суккот перед... Ну, все-таки по поводу Якова это только намек, а праздновать мы не это. Значит, празднуем мы, что Всевышний поместил нас в облаках славы. Да, вот это как бы облака славы, это как бы некая Сука. Мы находились 40 лет. Вопрос, какой из этих моментов можно праздновать Суккот? Вот, погодите секундочку. Значит, когда появились облака славы? Сразу по выходу... После выхода из Египта. То есть в Ниссане. Следовательно, по этой логике, нужно Суккот праздновать в Ниссане. То есть нужно сидеть седр-песок, делать суки и в маске еще. Ищется смысл этого, когда в Тории указано, когда делать Суккот. Просто в Тории это указано. Указано, спрашивается, почему? Почему Всевышний так повелел? Да. Да, это вопрос. То есть как бы мы видим, что облака славы появились непосредственно после выхода из Египта. Тогда спрашивается, почему же Всевышний установил этот праздник? Не в Ниссане. Окей? Значит, и отсюда Бенышхай делает вывод, что там та же ситуация, что нельзя два праздника, так сказать, одновременно праздновать, и поэтому перенесли. Теперь. Значит, понятно, что тут возникает некий вопрос, потому что как бы эта логика, она не очень красиво ложится, потому что возникает ощущение, что некая вынужденная мера, да, что не потому, что так правильно делать, а потому, что мы вынуждены, поэтому переносим, и так далее. Этот вопрос задает Веленский Гаон. И он не согласен, он не принимает логику Бенышхая. Он говорит, нет, это неправильно. Значит, он говорит так, да, были облака славы. До каких пор они были? Пока они оказались в ходить землю в Израиль. До греха золотого тельца. Когда был грех золотого тельца, то облака ушли. Да, они повернулись. Вот. Когда они вернулись? Что вы на меня смотрите? Смотрите на меня. Значит, смотрите. После греха золотого тельца, значит, Моше умолял там Всевышнего и так далее, Всевышний смело стивился, да, и сказал, хорошо, приходи, значит, он пошел первого Илуля, пошел получать вторые скрижали, 40 дней он там был, вернулся когда? В Йом-Кипур, да, 10-го тишве. Теперь, дальше. На следующий день был Ваяг-гэль, да, всех собрал, и что он сказал? Сказал, приносите труму на мешкан, да, хорошо. Значит, дальше принесли труму, сколько, сколько времени приносили труму? Значит, там сказано Бабокер, Бабокер, если кто помнит. То есть, два утра, да, первое утро и второе. То есть, это было уже 12-е, 13-е Ниссана, правильно? Хорошо, вечером 13-го Моше провозгласил, больше не приносите, все, уже, все, уже вот так, хватит. Да? Тишре. Подожди, почему я говорю Ниссану? Тишре, Тишре. Сначала он просил добровольную труму, а потом он приказал. Не-не-не-не-не, это, это, не то. Он, он сказал, все, больше не надо, больше не приносите. Теперь, на следующий день, 14-го, он все это, все, что собрали, выдал кому? Бецалелю и Ахлеафа. Хорошо. Когда начали строить мешкан? На следующий день, 15-го. 15-го Тишре начали строить мешкан. Ивеленский Гаон говорит, что от радости построения мешкана Всевышний вернул облака славы. И поэтому в этот день празднуется Суккот. То есть, иными словами, ничего никуда не переносили. Это то, что говорит Гаон. Да? Что неправда, что нету отсюда доказательства Бенышкая, что можно переносить праздники. Нет, праздники празднуются тогда, когда пришел определенный свет. И мы празднуем приход этого света в мир. Окей? Теперь, на том основании, на этой логике, которую Гаон говорит, становится понятна еще одна вещь. Возникает вопрос, почему женщины освобождены от сидения в суке? Чтобы не мешали мужчинам. подавать. Потому что они сдавали это. Почему? Сейчас скажу. Значит, самый простой ответ, который, наверное, любой школьник скажет, что поскольку это заповедь связана со временем, поскольку женщина от нее свободна. Логично. Значит, мудрецы говорят такую вещь. Говорят, это все замечательно, но только до тех пор, пока женщина не участвует в каком-нибудь чуде. Потому что когда ну, приведите сами примеры. Женщина в чуде участвует? Да. Например, царица Эстер и заповедь слушается в холм. Да, совершенно верно. То есть мигила, женщина обязана слушать мигил, несмотря на то, что это связано со временем. Значит, Ханука участвовали в чуде. Значит, они обязаны зажигать свечи. Правильно? Я как не участвовала. А? Как не участвовала. Были в этом чуде. Это чудо. Это чудо. Что бы делали мужчины. Ну, Ханука есть же этот мидраж про то, что эта дочка, это как ее зовут там, которая там одежды сорвала с себя, сказать, что с нее собственно все началось. Да. Значит, дальше. есть еще пример. Песах тоже, да. Песах тоже тоже было чудо, и женщины тоже в нем участвовали, они обязаны... Женщины в Песахе участвовали? Готовили. Ну, как все, как бы, да, готовили, да. Тогда мы цел пекли женщины. Да, в том числе. Не, правда, как женщины в Песахе участвовали? из Египта, например, там, пекли этого барашка, я знаю, но все вместе. Это во всем женщины, что они не приносили украшения, сказано, что приходили каждый муж со своей женой. Прямо там и фораж. Было бы странно, если было написано, приходил каждый муж чужой. Так, ладно. Я просто к тому говорю, что непонятно, почему от суки женщины освобождены, потому что, если это чудо, что были облака славы, то женщины в нем точно так же участвовали. Тогда возникает вопрос, почему тогда они освобождены? Значит, ответ очень простой. Послушайте, ответ очень простой. Женщины не участвовали в грехе золотого тельца. И поэтому это на них не распространилось, как бы они остались на той же ступени. Как ты трактуешь и поднялись забавляться, о чем все время речь идет о том, что всякую гадость начали вытворять эти женщины, что ты хочешь сказать, что с кем забавляться? Мудрецы говорят, что женщины не участвовали в грехе золотого тельца. Ничего не могу поделать. Суть состоит в том, послушайте, суть состоит в том, что если бы была заповедь для женщин сидеть в суке по случаю того, что вернулись облака, то для женщин это было бы падение, потому что у них остался уровень первых облаков славы, они не упали на грехе золотого тельца. Понимаете? Поэтому к ним это не относится. Это относится именно к мужчинам, которые через этот грех прошли. Значит, возникает вопрос, мы отмели, точнее, Беленский Гаун отмел логику Бен-Ишхая, сказал, что нет, извините, то, что нужно переносить праздники из-за того, что вы не можете что-то с чем-то, у вас там какие-то проблемы ритуальные, это так не работает. Тогда возникает вопрос, а хорошо, а что сам Бен-Ишхай думал по этому поводу? Он-то как это связывал в конце с концами? Что он чисто из какого-то из правила чисто дидактического, что вот нельзя смешивать радость с радостью, и исходя из этого, он говорит нам, приводит эту логику, как бы у него должно за этим что-то стоять, не просто какие-то формальности, правильно? Должно быть что-то более глубокое. Значит, вот Рафа Феререс по этому поводу предлагает некую трактовку, да, значит, он говорит такую вещь, он говорит, что Амана повесили соответственно 16-го Ниссана, да, а его сыновей повесили через 11 месяцев в Адаре, правильно? когда там всех били, тогда их и повесили, да, то есть, иными словами, он говорит, что вот этот свет, который пришел свыше, благодаря которому повесили Амана, он был в Ниссане, а в Адаре был отцвет этого света, более слабый, но тем не менее был, окей, и точно так же, как с облаками, которые вначале были на высоком уровне, потом ушли, а потом вернулись на более низком, и мы празднуем именно второе вот это пришествие облаков, да, то то же самое здесь, мы празднуем отцвет этого света, который был в Адаре, да, теперь, почему, почему, собственно, мы празднуем не первый свет, а второй, его, так сказать, отцвет, его отражение какое-то, более слабое, значит, то, что Рафафферес говорит, говорит, что если бы каждый год приходил свет такой же величины, как он был тогда в Пурим, да, в Ниссане, то он бы аннулировал, известно, что этот цвет высший, это называется Есот де Аба, да, этот цвет, ну, я не буду создаваться, но суть в том, что это свет Хохмы, так сказать, очень высокого уровня, который аннулирует Ецарара, аннулирует Клипу, и, собственно, поэтому Мамана и повесили, да, то есть этот свет, так сказать, он аннулирует злое начало, и поскольку он аннулирует злое начало, то не остается свободы выбора в этот момент, понимаете, то есть получается, что если бы каждый год нам спускали такой же силы свет постоянно, то мы бы лишали свободы выбора каждый год, вот, совершенно верно, всегда был бы Матан Тора, а не Кабала, совершенно верно, то есть вот это вот принятие Торы добровольное, которое произошло в Пуре, его бы не было по определению, потому что этот свет слишком яркий, ему невозможно сопротивляться, да, он как бы, как Гарасинай, которая надвешена над тобой, как корыто, это тоже, та же самая идея, да, что мы не можем сказать Творцу нет, когда он присутствует в явном виде, да, и поэтому, Рафа Феререс говорит, сдвинули, так сказать, да, что если бы мы праздновали в Ниссане Пуре, да, то свет был бы таким бы ярким, что никакой свободы выбородской тут нет. Интересный подход, на самом деле. Значит, теперь получается, он добавляет еще одну вещь, он говорит, что, ну, известно, когда царь проснулся, да, говорится, балайла агу надедашна атомелах, в ту ночь от царя ушел сон. Что за та ночь? Что это за такая странная та ночь? Значит, мудрецы говорят, что это ночь выхода из Египта, это леля седр, это та самая ночь, когда первенцев убивают, да, когда Творец прошел и побил всех первенцев, да, это называется халайла азе, да, и мы поем это в седр Песаре, халайла азе, халайла азе, да, так вот, в ту ночь надедашна атомелах, то есть, тот свет, который шел от Песаха, да, то есть, наше принятие, добровольное принятие воли Творца тогда в Египте, да, нас же не заставляли, нам заповедали взять этого барашка, привязать его к кровати, мучить и так далее, а дальше зарезать, помазать кровью косяки, да, и сделали это не все, сделали это только пятая часть, остальные погибли в Египте, как известно, да, так вот, те, кто сделал, это было добровольное принятие воли Творца внутри Египта, да, и вот это, это то, что нас спасло в Пуре, то есть, вот за эти заслуги, да, в эту ночь, это не я, я говорю про первое, значит, я говорю о том, что есть связь между Песохом и Пуремом, да, что это не случайно наложилось, да, и вот это вот перевертыш, вот этот, от того, что все против нас, к тому, что все за нас, да, произошло именно в эту ночь, когда царь проснулся, не случайно, да, что это вот благодаря тому свет, то есть, опять-таки, мы видим здесь некое добровольное принятие с нашей стороны, да, в Египте еще, и это то, что сделало погоду, да, то есть, что я пытаюсь сказать, я пытаюсь сказать, что, в принципе, просматривается некоторая схема, вот обратите внимание, я вам еще один пример приведу, схема, я имею в виду, связанная со свободой выбора, да, значит, в самом начале, Берешит, Творец, обращается к природе, и говорит, да произрастит земля четыре вида существ, да, душу живую, зверей полевых, там, каких-то присвоихающихся гадов, и кого там еще, не помню, птиц, хоть, ну, не буду сейчас строить, но идея ясна, да, вот, как бы всех он, да произрастит земля, земля, это природа, да, и дальше сказано, что Творец сделал три вида, не четыре, а только три, душу живую не упоминается, то есть, сными словами, природа не смогла создать человека, да, почему я говорю человека, потому что дальше, тут же, следующим посоком говорится, увидел Всевышний, что это хорошо, несмотря на то, что, казалось бы, природа не смогла сделать то, что он заповедовал, спрашивает, что же хорошего-то в этом, но тем не менее написано, что хорошо, и дальше, говорится, сотворим человека, и идет история, значит, про то, как Всевышний взял прах земной, там, вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живой, вот той самой душою живой, которую Всевышний просил, чтобы природа произрастила, да, то есть, мы это обсуждали как-то, что природа детерминирована, она не в состоянии выдать свободу выбора, и поэтому она не в состоянии создать человека, она в состоянии с помощью эволюции создать все остальное, да, все детерминированное, природа делает, пожалуйста, да, разумное, разум там присутствует, все, пожалуйста, да, динозавры очень умные, там, все, что угодно. То есть, змей, это порождение природы? Конечно, конечно, змей, это, конечно, это порождение природы есть, значит, но свобода выбора, морали, там нет, и поэтому Всевышний вдыхает эту мораль сам от себя, и вот тогда становится человек, так сказать, вот этой душой живой, да? не человек, наверное, там все-таки Адам, да? Ну, Адам. Да, разница. Адам. Хорошо. Ну, тем не менее, мы все дети этого Адама, да, мы бне Адам. Да, хорошо. Значит, теперь, получается, что тут возникает, ну, это мы обсуждали когда-то, но возникает вопрос, зачем Всевышний обратился к природе, если он заранее знал, что она на этом споткнется? Зачем надо было природу заповедовать ей, создавать человека? Это вопрос? Зачем он? Сам по себе, эволюция, это божественный процесс, который было поручено природе, она с этим справилась, и это то. Понял. Окей, хорошо. Значит, я возражу сейчас. Что природа не справилась, это перепоручили дар людям. Вот послушайте. И сказал Бог, да произрастит земля, существа живые, породу их. Да, слышите? Значит, существа живые, это как раз нефишхая. Да? То цехаарец нефишхая лимина, да, живую душу по роду ее, бэгэмээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И есть звери, четыре вида, и стало так, странно, и станет так, не знаю, и стало так, вроде, ну я понимаю, но тем не менее, тут есть некий намек. — А почему ты считаешь, что перечислены четыре вида? — Три. — Вначале? — Вначале, потому что сначала сказано еще на Эфиш Хая. — Эфиш Хая, это все они. — Нет. — А Эфиш Хая вы имеете в виду юг? — Нет, конечно. — И расшифровка, раз, два, три. — Окей, возможная трактовка. Рафширки трактует по-другому. Значит, Рафширки говорит, что когда дальше Всевышний говорит, значит, ты увидел, что хорошо, да? — Воюморологием, на все Адам сделаем Адама, быцальма к дмутену. К дмутену, да. И дальше что? — Я уже не вижу ничего. — Да, вообще-то, да, вы кажете, ребята, правда, Эфиш Хая — это всякое положение. Человек, он больше как не шаман, а нефиш, а нефиш, что бегает, ползает, кусается. — Тем не менее, после того, как вдохнули душу в Адама, сказано, что он стал ли нефиш Хая. Прямо этими же словами. Понимаете? — Тоже, да. — Значит, Рафширки объясняет это. Он говорит, что разница между Нахаш и нефиш — это 72. Это хесед, да? То есть, взяли Нахаша, в него вдули мораль. Хесед — это начало морали, это первое моральное качество, да? И тогда стало нефиш. Вот то, что он говорит, да? Такая забавная трактовка. То есть, иными словами, мы видим, что природа недетерминированная, она не может создать существо со свободой выбора. Тем не менее, Всевышний зачем-то к ней обращается. И несмотря на то, что она на этом спотыкается, он говорит «тов». Хорошо. Дальше Всевышний это делает сам. Дополняет. Спрашивается, зачем? Ответ, как мне кажется, очень простой. Мудрецы объясняют, наосе, адам во множественном числе, что Творец обращается к самому человеку. Говорит, мы вместе с тобой сделаем из тебя человека, да? То есть, иными словами, в начале природа, природа имеется в виду мир, да, творение. Творение не в состоянии проявить мораль и волю. Да, оно детерминировано. Детерминировано, это некоторое рабство, если угодно, да? Но дальше по мере развития творения, оно доходит до ступени, когда оно да в состоянии это проявить. И тогда Адам как бы делает себя сам. Тогда проявляется вот это вот наосе во множественном числе, да? Что Адам становится соучастником, да, собственного творения. То есть, иными словами, по мере продвижения творения приходит ответственность. Приходит свобода выбора и ответственность. Именно поэтому, для того, чтобы это в дальнейшем проявилось, именно для этого Творец обращается к природе и от нее просит это сделать. Он знает, что она пока что не может. И поэтому, не поэтому, а потому, что он знает, что потом в конце она сможет, именно поэтому он говорит Тов. Потому что он понимает, что то, что она на этом этапе споткнулась, это нормально. Потому что зато появился потенциал дальнейшего развития. Благодаря этой заповеди. Это запустило некий процесс. Понимаете? То есть, как бы весь наш мир, как бы, это вся, точнее, вся история человечества, и не только человечества, но и всего творения, природа тоже здесь замешана, да, все завязано на свободу выбора и ответственности. Понимаете? И этот же процесс мы видим с этими двумя поколениями, которые сначала были рабские, а потом свободные. Поэтому здесь нужно бить по скале, а там нужно разговаривать и так далее. То есть, мы видим, вот этот шаблон, как бы, он проявляется в нескольких местах в Торе, да, и мы видим, как бы, что это, как бы, окончательная цель, да, что мы должны проявить ответственность. А для того, чтобы проявить ответственность, нужна свобода выбора. И поэтому надо выйти из рабства. Поэтому надо сначала все ограничения снять, несмотря на то, что первая реакция будет пена. Первая реакция, когда снимают все ограничения, начинаются, так сказать, разброты шатания, да, начинаются, начинают все это самое, да, пена идет. Но пена, она осядет, в конце концов, понимаете? Это, как бы, важный этап, потому что получается, что если нас все время держать на цепи, нас все время держать, как бы, в ежовых рукавицах, да, то мы никогда не проявим эту ответственность. То есть принятие иго-небес, то, что называется, то, что мы празднуем в Пуре, возможно только тогда, когда нету вот этого жесткого, так сказать, как сказать, вот этого света Всевышнего, который нас поглощает и который не дает нам проявлять самих себя. Понимаете? Поэтому этот свет, мы не празднуем, вот, так сказать, нам его не посылают, нам посылают отцвет этого света. Понимаете? Чтобы дать нам возможность проявить свободу выбора. Извини, пожалуйста, только еще раз повторить. Что-то не стыкроется здесь. Где свободно выбор? После того. Еще раз четко скажи, где свободно? Я не вижу его. Это очень просто. Это не привязывается к Пурму никак. Где ты видишь, что евреи свободно выбрали в Пулю? Значит, стоит угроза уничтожения всего народа. Приходит Эстер, приходит Эстер и говорит, ребята, три дня по 7 целикердых всем. И тут все бегут учить Тору. Какая свободная выбора? На завтра будут резать. Правильно. Значит, мудрецы объясняют там. Все правильно. Мудрецы объясняют, что приняли Тору не в этот день, не в период, когда была Ак-Зера, а после. То есть, понятно, что когда была Ак-Зера, все боялись. Это ясно. Понятно, что там никакой свободы выбора не было. Но, в тот момент, когда прошло время уже, и они осознали, что вся цепочка вот этих случайностей, в кавычках, за этим, за всем, на самом деле, стоит рука Творца, да? Да, но в тексте-то этого не указано. В тексте не указано. Что это появилось? Что написано? Что три дня постились. Ну. И учили Тору. Ну. Так это было, и благодаря, значит, вот этому действу, вот еврейский народ был спасен. Не-не-не, подожди, подожди. Ты плодишь две вещи. Мы говорим о разных вещах. Значит, ты прав. Ты прав. Действительно, благодаря этому проявился этот свет, и еврейский народ был спасен. Но дальше, в конце мигилы говорится, что и приняли евреи на себя эти дни, там, дни радости, веселья, там, и так далее. Это произошло уже потом. Но это все комментарии. Как комментарии. Это написано. Нет, секунду. Конкретно о чем идет речь? В Леудимой, Камы Сосонова и Харат Консиэр. Что? Вот празднование этого чудесного спасения от уничтожения. Да, да. Нет, ну никто не пошел в строй страны. Ребят, смотрите, мы сейчас можем говорить сколько угодно. Магилат Эстер, это единственная книга в Танахе, на которой написано самое большое количество комментариев. То есть, сейчас за этим столом, приведя два комментария, мы не решим проблему всего Порума. Тут можно заставить эту комнату книгами только, одними комментариями. То есть, это не единственный комментарий, и он не претендует на какую-то абсолютность. Вот. Это один из взглядов. В Мигеле этого не написано. В Мигеле очень много всего не написано. Обожди, но вот то, что они молились и положились на Всевышний, молились Всевышнему и просили о спасении, это же тоже их выбор был. Они могли, наверное, может, как-то ассимилироваться, и вообще не отстаивать свою еврею. Хорошо, я скажу по-другому. Представьте себе период первого храма. Значит, Масахед Шаббат говорит, что за все протяжение первого храма было миллион двести тысяч пророков. Да? Я как-то говорил, упоминал. То есть, пророки ходили толпами по улицам. Можно было подойти Мойше, мы там, что там, мы это самое. Вот. Где мои основы? Разрушается, значит, было явное проявление Всевышнего. Разрушается первый храм. Пророчество исчезает. Практически полностью. Пророки второго храма это не пророки первого храма. 70 лет ничего не происходит. Перед мудрецами встает вопрос, идти на пир, как Ашвирошу, или нет. Всевышний отвернулся от нас, мы должны продолжать соблюдать митсвоты, или мир изменился. Это была серьезнейшая проблема у наших мудрецов. И они принимали, и большинство еврейского народа посчитало, что Всевышний отвернулся. Митсвоты, мир изменился, митсвоты не имеют никакого значения, и мудрецы идут на пир, как Ашвирошу. Не потому, что они испугались, а потому, что мир стал другим. Проявления Всевышнего в этом мире нет. Браво. Браво. И в свете того, что происходит, вот этот вот пост согласия со СТР, несмотря на то, что Всевышнего в мире нет, они идут учить то. И в этом, и в этом карнавальность Пурыма. Что одевает Всевышний в Пурым? Какой карнавальный костюм? Природа. Полное отсутствие проявления Всевышнего. И то, что мы одеваем на Пурым карнавальный костюм, мы подражаем Всевышнему, который в Пурым одел на себя карнавальный костюм, который называется случайная цепь событий. И вот это вот согласие с СТР, она одевает на себя мальхут. Не просто царские одежды, она одевает на себя, будем говорить так, управленческую роль, управление мира. Это как свет, как говорится, помнишь, это свет в темном, света в темном царстве. И за этим светом, за ИСТР, они идут, за ИСТР по ним, за сокрытием лица Всевышнего, они идут за ним. За тем, чего нет. За тем, что не ощущается. И вот это вот не то, что слепой, знаешь, как... Свободу выбора была у них? А? Да! Вот это... Нет. Нет. Где там была свобода выбора? Им сказали, всех вас убьют, она попросила три дня делать пост, отменить. А почему ей должны были верить? Потому что им обещали, что их всех убьют. А почему они нужны были ИСТР? хорошо. Нет, письма не писали. Ребят, секундочку. Хорошо. Значит, Оман договаривается с Ахашвирошем, что будут резать евреев. И оповещают. Секундочку. А? И оповещают. И оповещают? Супер. Оповещают всех. Приходит Мордыхай в мешковине, рвет на себе одежду, орет. И что ИСТР спрашивает? А что это он там шумит? Она понятия не имеет, что идут убивать народ. Она вообще не интересуется тем, что происходит в мире. Она царица, она не знает, что идут убивать евреев. А что это он там шумит? Приводят Мордыхай и он ей рассказывает то, что знают уже все. И она обращается к народу. И она царица. Она обращается к народу. Говорит, ребята, давайте поститься. Слиха. Ты кто? Это ты? Это ты? Не зная, что с нами будет завтра, ты нам говоришь, что делать. И они идут за ним. Когда падает человек 16 этажа, все молятся, Господи, помоги, мы тебя будем сейчас. Масеха это учить и будет тебе что-то Вы меня не слышите. Ну, это очень красивое объяснение. Но это действительно все равно спорное насчет добровольности. Здесь добровольности трудно объяснить это. Добровольность. Это не добровольность. Вот в этом вот добровольность. Почему мы должны доверять ей? Может быть, надо паковать чемоданы и вообще отцово двигаться? Куда двигать? Легко. Куда двигать? За той группой в полосатых купальниках, которая выдвинулась перед тем, как... Они могли отказаться от своего еврейства, сказать, что мы хотим как вывезти? Они могли отказаться от еврейства. Они могли уехать из Шушана. Я понимаю, резали бы по всей Персии. Резали бы по всей Персии. Резали бы по всей Персии. В Шушане была самая большая концентрация. Ну, и что? Можно было уехать из Персии? Но... Это все три дня происходило. 12 лет. Вся Мегелат истер это 12 лет. Это растянута на 12 лет. За 12 лет можно было такие ноги сделать, чтобы быть здоровым. Поверите, стер, который одевает на себя мальху, в этом вот судьбе. Когда потом... Я прошу прощения, можно мне сказать пару слов? Есть просто еще альтернативное мнение, которое Равзеев озвучил, она мне гораздо больше нравится. Первое. Почему 13-е Адара? Потому что это текун. Потому что именно 13-го Адара были казни тьмой и были убиты 4-5-х евреев в Египте. Это было исправление того, что произошло. Два раза по 13-26 это имя Юткей-Вавкей. можно притянуть все, что угодно. Почему? Нет, речь идет о 3-е. Ты знаешь, что исправление того, что произошло. Те евреи, которые не вышли из Египта, это те, которые... 13-е... что это дата не случайна. Давайте без интерпелляции, просто факт. Что 13-е Адара были убиты 4-5-х евреев, 13-е Адара произошло пуль. Это первое. И второе, он считает, что добровольное принятие Туры было описано в книге Иезра. Когда они пришли в Ирец Исраэль, когда они покаялись, когда они построили жертвенник, когда они отошли это, и было действительно зафиксированное принятие. Они приняли со слезами. Это читаешь? Это без слез не читается. На Ивале, на горе Ивале. Нет, не на горе Ивале, а в Иерушалайме, в построенном храме, когда они действительно пришли в Ирец Исраэль и сделали. Вот это добровольно принятие. Вот это тоже раз. Но ты это связываешь с Пуримом? Ты говоришь про какой храм? Да, и это не связано с Пуримом, разумеется, что с Пурим это связано. Что результирующее, что в принципе Пурим должен был стать праздником выхода из Бавеля. То есть второе право это последствие Пуровка. Он встал наполовину. Поэтому этот потенциал он вытянулся в будущее, просто будущее и он станет праздником нашей Геологии. Нет, ну это просто хорошо, просто ситуация в Шушене в то время она абсолютно не располагала к добровольным каким-то действиям. Вот, потому что ситуация там была аховая. И когда приходят к тебе то, что они пошли строить второй храм это добровольное принятие, это свобода выбора? И да, и нет. Что нет? А кто поехал строить храм? Не важно. Поехали самые нищие, которым нечего было. Есть сушане. Когда открыли границы, еще кореш дал деньги на строительство, это все равно, что дали корзину абсор, то есть сказали ребята, езжайте. Вы здесь все равно смогу помыть. И поехали. Не, понятно. И увда, и увда, что когда они приехали, они начали заниматься глупостями, они взяли нееврейских жен. Они привезли с собой. Нет, они при... Откуда привезли с собой? Они брали там самарентян, они сначала себе построили квартиры, про храм они забыли, приехал Хагас в хемии, устроили им кипиш, что вы живете в своих квартирах, а дом для Всевышнего не построен, и там целая была история. Но это как бы не моя теория, это мудрецы говорят, что принятие Торы добровольной. А я что против? Мы с тобой обсуждаем разные два варианта. Ты говоришь, что добровольность состоит в том, что они пошли за СТР, а я говорю о том, что они приняли на себя потом уже, постфактум, когда опасность уже миновала, они приняли на себя вот это празднование, и это заповедь, которая у нас сегодня, она добавилась к заповедению Торы. Дорогой постфактум, когда ты в благодарность что-то делаешь, тут есть, конечно, элемент добровольности. Конечно есть. Да, но ощущение благодарности, оно уже двигает тебя на принятие к поводу решения. Это тот свет, который... Да. Можно сказать, что это добровольно. А это есть добровольно. Конечно. Мы выбрали быть благодарными. Добровольно, но как бы это... Могли сказать, ну, клево, Марда Харько Стерс возле нас. Хорошо, хорошо, хорошо. А мы говорим, все вышли на нас. Бессендер, я скажу несколько по-другому. Есть две причины, по которым человек есть внешние причины, есть какой-то Дахов Пнеми, внутренний какой-то порыв. Да? Вот. Когда ты в благодарность что-то делаешь, ты делаешь, потому что есть причины, которые тебя обязали это сделать. И ты в благодарность это тоже одна из причин. Когда этот импульс происходит изнутри, это самая загадочная вещь, кстати говоря, в Кабале. Дахов Пнеми, так называемый. Вот это беспричинная вещь. Понимаешь, вот человек что-то делает и сам не может объяснить, почему он это сделал. Окей. Ну, тут как раз первый случай. Да. Совершенно верно. То есть, были внешние причины. Понимаешь? Ну, они бы сделали правильные выводы из этого. Вот в чем фишка. Они бы сделали правильные выводы. Я же не против. Ну, были чудеса, не мудрено было сделать. Да. А какое чудо было, что эстер спасла. Это не... Не, ну, еще минуточку и как бы... Ну, так они сделали право выводить, что это не эстер, которые такие хорошие люди, а именно Всевышний спас. Они же сделали этот вывод. Благодарны Всевышнему, они благодарны удачливому лидеру, который их удачно вывел из этой ситуации. Равзи, вот Мешков, он считает, что они увидели, что храм, второй храм начал работать. Жертвенник уже работает. Почему они это не увидели? Что работал? Какой храм? И они... Дайте мне досказать. Я не говорю много. Придеры вы какие-то. Дайте мне досказать. Увидели, когда увидели. И они увидели, что жертвенник работает. И они говорят, елки, Гошем с нами. И они тогда на себя как бы добровольно приняли и устную туру, и письменную туру. Вот эта степень добровольности. Это одна из граней. Но тем не менее, это было. Понимаете? И такой момент. Он для жертвенника работал. Я даже... Вот, смотри, даже из-за сегодняшних событий многие люди не делают вывод Всевышний. Совсем такой вывод не делают. Они говорят, я старался, я работал, я достиг. Или еще там какие-то причины приводят. Очень мало кто говорит, Боже, мне Всевышний, послал все эти блага, и я ему должна быть за это благодарен. Очень многие же не делают. На самом деле, они-то тоже все три дня постились. И молились. Да. Можно это было. Но тут я еще могу понять, как вот 16-й год. Я еще попробую заставь евреев это делать. Конечно. Вот в этом вот добровольности... Тут еще можно предположить, что под угрозой действительно от страха они готовы были там, чтобы мы отменили бойцов. Ну, в любом случае, в любом случае, можем сказать, что то, что мудрецы говорят, что Пурим раскроется в будущем. Да, что мы пока что еще не очень понимаем. Вот мы сейчас буксуем сейчас, потому что на самом деле Пурим еще не раскрылся. Он мог отсказать 10 минут назад. Тогда было бы неинтересно. Вот. Ну, короче, Пурим самая куся. Поехали.